Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим, как создать материал, имитирующий прибой. Для этого нам понадобится функция Distance to Nearest Surface, функция Noise, пара текстуры стартового набора и немного фантазии. Пример такого материала вы видите сейчас на экране. В описании к видео я оставлю ссылку на текстовый вариант урока. Также по этой ссылке можно будет скачать исходный код функции и материала. Давайте начнем с подготовки проекта. Первым делом открываем Project Settings. Включаем опцию Generate Measure Distance Fields и перезагружаем проект. Это необходимо для корректной работы функции Distance to Nearest Surface, которая будет использоваться в нашем материале. Затем открываем вкладку World Settings и устанавливаем необходимую нам дальность прорисовки в параметр Global Distance Field View Distance. Данные значения нужно подбирать исходя из размера в нашей области, так как если задать слишком маленькое значение, то волны будут резко обрываться. А если задать слишком большое значение, то будет срадать качество. Материал мы будем применять к плоскости, которая служит поверхностью океана. Расстояние дна океана до поверхности должно быть достаточно большим, иначе по всей поверхности могут появляться различные артефакты. У нас будет параметр, позволяющий регулировать это расстояние, но поскольку он тесно связан с расстоянием, на котором начинают появляться прибрежные волны, то нужно обратить на это внимание. Давайте посмотрим, как выглядит глобальное поле расстояний, которое используется для работы функции Distance to Neurosurface. Стоит отметить, что если на сцене не будет ничего, кроме ландшафта и плоскости, давайте скроем вот эту сферу, то Global Distance Field может вести себя немного странно. Но после того, как на сцене появляется еще какой-нибудь объект, содержащий static mesh, все приходит в норму. Давайте откроем наш материал. Параметр Blend Mode установлен в положение Translucent. Блок Surf Area отвечает за размеры области прибоя и передает функцию MF Surf в градиент, который меняется от 0 до 1. Нулю соответствует границе появления волн, а единица соответствует береговой линии. Параметр Distance позволяет регулировать расстояние от берега до границы появления волн и по сути определяет область прибоя. Давайте посмотрим, как параметр Distance влияет на наш материал. Параметры Base Color и Foam Color определяют цвет воды и пены, а параметр Opacity задает прозрачность материала. Давайте откроем функцию MF Surf. Она содержит всю основную логику. На вход функции подается градиент, а на выходе получается система волн. Блок Global Noise отвечает за глобальные искажения волн. Параметр Global Noise Scale отвечает за масштаб этих искажений. Параметр Global Noise Power отвечает за силу искажений. Узел Noise дает возможность настроить параметры шума. Используемые настройки вы видите сейчас на экране. А переключатель Use Global Noise позволяет включать и отключать данный блок. Давайте посмотрим, как выглядят волны без использования глобального шума. А также обратим внимание на силу и масштаб. Блок Time отвечает за движение волн, складывается с блоком Global Noise и подается на вход функции MF Forward Waves и MF Reverse Wave. Параметр Wave Speed позволяет регулировать скорость волн. Блок Local Noise отвечает за локальные искажения волн, то есть пену и мелкие неоднородности. Параметр Local Noise Scale отвечает за масштаб этих искажений. А параметр Local Noise Value Offset отвечает за силу искажений. Узел Texture Sample позволяет выбрать текстуру, которая будет использоваться для локальных искажений. Переключатель Use Local Noise позволяет включать и отключать данный блок. Давайте посмотрим, как выглядят волны без использования локального шума. А также обратим внимание на масштаб и смещение. Давайте откроем функцию MF Cosine Gradient. Она преобразует линейный градиент в кусок синусоида, что позволяет получить более плавные переходы около нуля и единицы. Открываем функцию MF Forward Waves. Она отвечает за создание волн, бегущих в сторону берега. Блок Number of Waves задает количество волн, направление движения, а также добавляет глобальные искажения и изменение положения с течением времени. Блок Forward Waves вызывает функцию MF Waves и задает параметры набегающих волн. Функцию MF Waves и ее входные параметры мы рассмотрим чуть позже. Переключатель Use Forward Waves позволяет включать и отключать набегающие волн. Давайте посмотрим, как выглядит материал без использования набегающих волн. А также поменяем их количество. Давайте откроем функцию MF Reverse Wave. Она создает волну, бегущую от берега, определяет размеры области, в которой эта волна распространяется, и вызывает функцию MF Coast Line, которая создает пену у самого берега. Блок Reverse Wave Area определяет область, в которой распространяется обратная волна, а также задает направление движения и добавляет глобальные искажения. Параметр Reverse Relative Distance определяет относительное расстояние, на которое будет распространяться обратная волна. Параметр Reverse Wave Time Offset позволяет изменять момент появления обратной волны. Если этот параметр равен нулю, то обратная волна появляется сразу после того, как набегающая волна ударилась о берег. Параметр Reverse Wave Gradient определяет, как быстро, на каком расстоянии от берега исчезает обратная волна. Блок Reverse Wave вызывает функцию MF Waves и задает параметры обратной волны. Функцию MF Waves и ее входные параметры мы рассмотрим чуть позже. Переключатель Use Reverse Wave позволяет включать и отключать обратную волну, а переключатель Use Coast Line позволяет включать и отключать пену у берега. Давайте посмотрим, как выглядит прибрежная зона без использования обратной волны. Теперь отключаем пену. Включаем обратную волну. Добавляем пену и набегающие волны. Если поставить смещение по времени равным 0,5, то обратная волна будет появляться в промежутке между набегающими волнами. Открываем функцию MF Coast Line. Она отвечает за создание пены и движение воды у берега. Блок Time отвечает за скорость движения пены рядом с берегом. Эта скорость регулируется параметром Coast Noise Change Speed. Блок Coast Line Area определяет область образования пены и ее яркость. Параметр Coast Line Gradient определяет, на каком расстоянии от берега исчезает пена. А параметр Coast Line Power определяет яркость этой пены. Блок Coast Noise отвечает за симуляцию пены. Параметр Coast Noise Scale определяет масштаб искажений. Параметр Coast Noise Power определяет силу искажений или размытость границ. А параметр Coast Line Value Offset позволяет изменять контрастность. Блок Noise Loop делает поведение пены периодическим. Давайте посмотрим, как влияет на поведение пены скорость, сила и масштаб. Наконец-то мы добрались до функции MF Waves. Она отвечает за создание волн. Направление движения, количество волн и другие характеристики определяются входными параметрами. Параметр Wave Front Relity Width определяет, какую часть от волны занимает ее голова, то есть передняя часть. Параметр Wave Front Power определяет, насколько яркой будет передняя часть волны. А параметр Wave Front Gradient определяет, насколько резко изменяется яркость передней части волны, размытость передней границы. Параметр Wave Body Power определяет, насколько ярким будет тело волны, то есть ее основная часть. А параметр Wave Body Gradient определяет, насколько резко изменяется яркость основной части волны. Блок Base Waves превращает входной градиент, который лежит в интервале от 0 до N, где N целое число, в N градиентах от 0 до 1. По сути, он создает базовые волны. Если результат работы этого блока сразу передать на выход функции, то получится следующая картина. Давайте вернем все на место. Блок Front отвечает за переднюю часть волны. Он определяет ее размеры, яркость и размытость границ. Блок Body отвечает за основную часть волны. Он также определяет размеры, яркость и размытость границ. Ну что же, мы рассмотрели с вами все функции, которые участвуют в создании материала. Еще раз напомню, что текстовый вариант урока и исходный код функции можно найти по ссылке в описании. А на сегодня это все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok